Евдокия Федосеевна полна жизненных сил. Любит пошутить, в том числе и над собой. Активистка по натуре не может свыкнуться лишь с одним парадоксом, произошедшим в жизни. Пройдя войну дезинфектором при санитарном поезде и получив ранение правой ноги, уже в мирное время она потеряла левую ногу, случайно попав под поезд. Но Евдокия Бородина не привыкла отчаиваться и подать духом. Благодаря протезу она вполне мобильна. Стараюсь я не унывать. Подкрашусь, подмажусь. Стараюсь на общество выходить. Где меня не просить, я туда пойду. Конечно, мне кажется, что я не вредничаю. А может и вредничаю, да люди не говорят. Говорят же люди только одно, что Евдокия Федосеевна очень оптимистичный и добродушный человек. Такой ее помнят и в пансионате «Бургат», где она проработала горничной без малого 20 лет. Сотрудники пансионата, который отметил свое 40-летие, хранят давнюю традицию и шефствуют над бывшими коллегами, тем более ветеранами. Мы понимаем, что людям нужно внимание. Не обязательно с подарками, но с добрым словом. Мы идем к ним, нас встречают за чашкой чая, всегда поговорим. Говорить о войне ветерану нелегко. На фронт Евдокия Федосеевна ушла в 19 лет. Попала в санитарный поезд, хотя, признается, до ужаса боялась даже бинтов. Воспоминаний много, но одно запало в душу навсегда. Заходят два парохода, команда идет. Значит, все на постах. Стоим на посту. Заходят пароходы. На пароходах везли раненых, которых полк Евдокии Федосеевны должен был перенести в свой вагон. Но началась бомбежка. И когда пошел пароход первый вниз наклоняться, то раненые, которые были поперевязаны, прыгать стали у моря. Хотя очень далеко до берега. Они не доплыли все равно, они потонули. Бинты, самое главное, сейчас они меня помнятся и до сегодняшнего дня. Бинты, в которых, значит, видно, крепко не привязаны или развязали сами. Бинты за ними тянулись. Эти пилотки плыли. Бинты, а еще сослуживцы, снятся и сегодня. Живет Евдокия Федосеевна в общежитии. Она одинока. Родных не осталось. 93-й год рождения отмечает в кругу соседей и бывших коллег. Смахнув слезы, она снова начинает улыбаться. Причем с большим желанием жить. И все ожидаю. Вот я умру, вот я умру. Да для чего мне уже 90? Я думала, когда 85, а потом уже и 90, а потом уже, я не знаю, и до старшего. Я, наверное, хочу этого, как этот артист назвать, Зильдина пережить, что ли. Но я буду жить все равно, его догонять. Все послевоенные годы Евдокия Федосеевна мечтала написать книгу воспоминаний. Когда-то даже начала, но не задалось. В свой 93-й год рождения задумалась об этом серьезнее. Говорит, может, и успею. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.